Всем привет! Доброе утро! Главная тема сегодня политическая, это заседание областного законодательного собрания и в повестке основное это изменение в бюджете. В частности, более 1 миллиарда рублей планируется потратить на строительство второго Волжского моста. Таким образом, дыра в бюджете будет практически 14,5 миллиардов рублей. Ну и тут, конечно же, уместно поговорить об еще одной стройке десятилетия моста в Поднове. Его тоже будут обсуждать. Для создания проекта депутаты предлагают создать новое юридическое лицо. Для этого необходимо ввести корректировки в закон области. По их мнению, так мы сможем привлечь инвесторов. Ну и, конечно, обсудят, пусть и с небольшим опозданием, потому что пожары уже начались. Ответственность за выжигание сухостоя. Штраф может составить до 500 тысяч рублей. Колоссальная сумма, вот только у каждого Дума полицейского, конечно, не поставишь. Будем надеяться на сознательность. Анонс. Сегодня в Нижнем Новгороде везде работает Павел Астахов и полномоченный по правам ребенка. В 11 часов он встречается с заместителем губернатора Сергеем Потаповым. Там сейчас работает Ярослав Гунин. Он, собственно, нам и расскажет все подробности. Ну, а культурный уикенд начинается уже сегодня. Приятно об этом думать. В Медиастрайк Холи, да, пройдет встреча с писателем Захаром Прилепиным на тему жизненная позиция подростка, роль семьи и общества. Ему, как многодетному отцу, эта тема, конечно, крайне близка. Перейдем к новостям, которые сегодня определенно будут обсуждаться в интернете. Итак, 10-я юбилейная всероссийская акция «Георгиевская ленточка», объединяющая миллионы людей во многих странах мира, стартует сегодня. В этом году «Георгиевские ленточки» отправят в космос на военные кинофестивали и фотовыставки, задействуют во флешмобах, велоквести, фестивалях песни и граффити в памяти о Великой Победе и как символ побед будущих. Акцию поддержат более 100 СМИ по всему миру, в том числе и наш Курикитова. Йота стала оператором мобильной связи. Ключевой особенностью новой сети станет безроуминговая связь и покрытие 2G, 3G и 4G по всей России. Кроме того, мобильный интернет будет предоставляться всем абонентам безлимитно. Конкретную дату запуска продаж СМИ-карт пока не называют, однако заявку можно оставить на сайте Йота. Оператор получит собственный префикс 3,9. Абонент сможет выбрать сам нужный формат СМИ-карты, доставит ее бесплатно. Йота – это дочерняя компания Мегафона, и новый оператор будет неполноценный, а со своей сетью и инфраструктурой, а виртуально. Стендап-антишоу в Нижнем Новгороде периодически организует так называемые «открытые микрофоны», когда каждый желающий может выйти на сцену и попробовать себя в юморе. Пошутить сегодня один из таких вечеров, в кафе-кино в 7 вечера. Помимо выступлений самих стендаперов, не побоюсь этого слова, можно и самому выйти на сцену. Ну, будем надеяться, что вам удастся, если вы решите на это избежать неловких ситуаций с тихим залом. Многие из комиков в стендап-антишоу участвуют в новом сезоне популярного шоу «Камеди Баттл», и совсем скоро их можно будет увидеть в эфире. Пожелаем удачи. Смотрите «Гокита». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова